Всем привет! Сегодня мы будем говорить о страховании в Новой Зеландии. И у нас в гостях Светлана, авторизованный, независимый, русскоязычный консультант по всем видам страхования. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А сейчас давайте начнем. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ирина. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь. Меня зовут Светлана Коннелы. Я занимаюсь всеми видами страхования. Я консультант с большим стажем в Новой Зеландии. С удовольствием расскажу, помогу, чем смогу. Что такое авторизованный консультант и как оплачивается вашей консультацией? Есть несколько степеней в теперешнем законном пространстве Новой Зеландии. Это Registered Advisor и Authorized Advisor. Authorized Financial Advisor – это самая большая защита для клиента, самая высокая степень подготовки и ответственности за осуществляемые услуги, за сервис, который мы предоставляем. То есть это лучше, это выгоднее, это важнее для клиента иметь отношение с Authorized Financial Advisor во всех отношениях. А в плане оплаты? В плане оплаты мои услуги не оплачиваются мне за консультации клиентам отдельно. Если клиент в результате моих объяснений оформляет страховой полис, я получаю комиссию от соответствующих страховых компаний. То есть отдельных счетов за оплату моих консультаций клиентам не предоставляется. И таким образом клиенту еще более выгодно общаться со мной или такими консультантами, как я. Это хорошо. Также очень многих интересует вопрос, кто имеет право на страхование в Новой Зеландии. Обязательно ли быть резидентом, либо абсолютно не важно, какой у тебя статус, какая виза. Спасибо за этот вопрос. Это очень важный вопрос. На самом деле страховки вообще есть различные. Например, для медицинских страховок очень важно знать и понимать, какой статус имеет клиент по визам. Допустим, если у него визитерская виза или студенческая, или короткие рабочие визы, это будет один тип страхового полиса. Если у человека более длительные рабочие визы в Новой Зеландии, как то более двух лет накопительного времени по рабочим визам, то он имеет доступ к медицинским полисам, как для резидентов Новой Зеландии. Не имеет значения визовой статус для страховок на автомобиль или на имущество, но очень важно понимать, какая у человека, допустим, driving license. Если у него права международные, у него будет высокий доступ на страховой случай. То есть, если люди сюда приезжают, и у них еще пока international driving license, у них условия на страховой случай будут похуже. И лучше, конечно, сразу или как можно быстрее конвертировать свои права в новозеландские, в full New Zealand driving license. Вот это самый удобный вариант для клиента по страховкам машины. А какими видами страхования занимаетесь именно вы? Я занимаюсь всеми видами страхования. То есть, начиная с того, что человеку важно буквально сразу по приезду. Это если человек покупает автомобиль или средства транспорта, то есть это страховка транспортного средства, это страховка домашнего имущества, то есть это личное имущество, это техника и электроника, это драгоценности, допустим, которые человек привозит с собой. Это все называется страхование контенс. Если человек покупает дом или квартиру, есть смысл обсудить вот эти виды материальных страховок. Это все называется general insurance. То есть, как тип страхования, это general insurance, и оно бывает частное или по бизнесу. По бизнесу страхуются бизнес-риски, такие как тоже контенс по бизнесу, то есть страхование имущества, используемого по бизнесу, страхование машины, которые используются по бизнесу, и различные виды ответственности, с которыми сталкивается человек, который ведет бизнес в Новой Зеландии. То есть это liabilities. И дальше есть страховки личные, как то жизни или попадение в ситуации, связанные со здоровьем. То есть это trauma cover, income protection and medical insurance. То есть медицинские страховки вообще у меня профилирующая тема. И у меня около пяти компаний, с которыми у меня заключены агентские договора по медицинским страховкам. Какие виды страховок необходимы сразу по приезду? Как вы считаете? Я считаю, что есть смысл поговорить и узнать вообще, какие виды страхования бывают в Новой Зеландии. Я расскажу об этом каждому, кто спросит. Но в первую очередь людей, наверное, интересует страхование автомобилей. Оно бывает трех видов. От самых дешевых это страховка только гражданской ответственности, и потом уже по возрастающей. Страховка гражданской ответственности стоит как минимум около 10 долларов в месяц, то есть совершенно недорогая. И она защищает клиента нашего от того, что если он попадет в аварию и разобьет чью-то чужую дорогую машину или причинит ущерб просто чьей-то собственности. Допустим, въедет в чей-то забор. Это могут быть громадные суммы, и от этих защищает очень хорошо вот эта дешевая страховка фетпати. Страховка машины как таковой, она может быть дороже. Это уже называется либо фетпати plus fire and theft, то есть присоединяется к страховке гражданской ответственности, страховка от угона и пожара, в котором, возможно, побывал этот автомобиль, либо полная страховка, которая заключает в себе уже все виды рисков, все виды, допустим, если человек попал в аварию не по своей вине, и неизвестно, кто будет оплачивать, это лицо скрылось с места происшествия, это полная страховка. Вот это, наверное, первое, что хочет человек новый в этой стране знать. Давайте, вот если мы дотронули машину, немножко по ценам скажем. Вот вы сказали, самое дешевое, это у нас 10 долларов, это third party, да, когда виноват водитель автомобиля, именно вот тот, который платит, да? Да. А вот второй вид, вы сказали, это когда к нему присоединяется? Третья часть и от угона от пожара. То есть если машину, скажем, мы оставили где-то в людном месте и ушли, скажем, на шопинг, и пришли, машины нет, это, возможно, случился угон. Как правило, угоняемые машины в Новой Зеландии находят, но находят в не очень хорошем, скажем так, состоянии. В таком случае страховой полис выплачивает клиентам то, что бы они получили за эту машину, если бы они ее продали на рынке непосредственно до этого случая. То есть определяется market value, и она выплачивается клиенту, если машина разбита, что называется, в дребезги пополам. Если она подлежит ремонту, мы оплачиваем стоимость этого ремонта, привода машины в нормальное, годное, хорошее состояние, чтобы человек мог ездить как до аварии, как до вот этих вот случаев угона. Она может стоить уже в зависимости от того, сколько стоит сам автомобиль, но в среднем, скажем, можно уложиться на среднюю машину где-то долларов 25-28, возможно, чуть дороже, если машина идет в месяц. Да, все это в месяц. То есть third party около 10 долларов, third party, fine, fifth, где-то в среднем 25-28 долларов, полная страховка, там уже идет градация. Вот здесь очень важно понимать, какая у человека лицензия на вождение, сколько стоит автомобиль, в какой он ситуации стоит. То есть масса факторов, которые влияют на цену полной страховки, она будет, скажем, в среднем на автомобиль в Окленде ну порядка 60-70 долларов. Опять же, какой автомобиль? Автомобили все разные. Один стоит 6 тысяч, другой 12 тысяч, третий 38 тысяч и выше, и выше. Вот от этого зависит сумма, которую человек платит за страховку автомобиля полную. Следует помнить, что если человек приобретает автомобиль с finance, то есть если он берет его в рассрочку, выплачивает за него лизинговую сумму ежемесячно, обязательно в этой компании будет запрошена полная страховка. Для получения более лучших условий, если человек пока не готов ко всем этим тратам, лучше начинать хотя бы с федпати, то есть постраховать свою первую машинку от случаев ответственности перед третьими лицами, заработать хорошую историю. Допустим, если у нас идет и год, и два, без абсолютно каких-либо происшествий по вине этого человека, потом мы имеем более выгодную страховку для уже full cover, то есть для полной страховки мы имеем со скидками. А есть какие-то скидки на следующий год, например, если в течение одного года не было случаев, второго года, потом идут какие-то скидки, оплаты за месяц? По страховкам федпати, фаинфефт, нет, а вот по полной страховке – да. Там система No Claim Bonuses, и она позволяет снизить цену страхования автомобиля до 60%. То есть действительно, если начинать с большого уровня цены, потом можно спуститься на более приемлемый и получать нормальную хорошую цену на полную страховку автомобиля. И давайте немного поговорим про права. Очень многие приезжают сюда со своими правами, и максимум, что у них есть – это заверенный перевод. И вот они купили машину, к примеру, и хотят ее застраховать. Если у людей нету еще полных новозеландских прав, лучше всего очень быстро заняться этим вопросом, поучить местный роутку, то есть это правило вождения, сдать теорию, сдать потом практику, тест на драйвинг, и конвертировать свои международные права именно уже в полную новозеландскую драйвинг-лайсенс, то есть получить полные права. Объясню. На самом деле, права, с которыми люди приезжают, международные, они действительно в этой стране только 12 месяцев. Давайте уточним, потому что вы говорите международные, но это и просто, например, могут быть российские, украинские права, просто переведенные. Потому что некоторые думают, международные – это вот именно International Driving License, а есть же просто переведенные права. Переведенные права и являются международными, и на них написано, если они именно International Driving License, то есть нужно смотреть, что написано на переводе ваших прав. То есть, да, в основном права, выпущенные в России, скажем, они являются международными, кроме очень-очень давних прав. По-моему, так. Но в Новой Зеландии это не признается в том плане, что все равно на страховом полисе будет отметка International Driving License. Что здесь такого? Хоть они и действительные, у людей просто получается допуск на страховой случай очень высокий с этими международными правами. Допуск – это что? Это здесь называется excess, или в Америке deductible – это то, что выше, что свыше, что не платит страховая компания. То есть, вот если произошел какой-то случай аварии, то клиент, который у вас застраховался, он платит вот этот excess. Он обычно… Вычитается, да. Он вычитается из суммы страхового случая компенсации. Допустим, машина разбита, или машины разбиты на 3000. Стандартный excess, скажем, 500 долларов. Вот 500 долларов вычтут, а 2500 возместят клиенту. А если у человека еще есть в наличии не новозеландские права, а международные права, к этой 500 долларов прибавляется еще одна тысяча. То есть, вычитаемое становится гораздо выше, и уменьшает нам суммы финансовой поддержки клиенту. Вот это очень важно помнить, и как можно быстрее заняться вопросом конвертации или получения именно Full New Zealand Driving License. Потому что, имея их, мы избавляемся от вот этой вот большой нагрузки на бюджет, которая может ударить по карману новым людям, которые приехали в эту страну. Это очень важно. Я думаю, в принципе, это не так сложно сделать, поэтому главное – иметь время. Да, и если вы хороший водитель, то вы с первого раза можете сдать. Да. И просто не нужно это откладывать в долгий ящик. Люди обычно забывают, что вот так вот оно есть, и может это станет неприятным сюрпризом именно в момент вот какой-то аварии и разбирательств финансовых после нее. Поэтому стоит это помнить, заняться им незамедлительно по приезду в страну. Я думаю, второй вид страхования, который очень популярен и будет необходим людям, которые только приезжают, это страхование вещей в доме, так как многие начинают снимать дома, квартиры, и так как в Новозеландии все-таки существуют кражи, то вот страхование вещей в доме тоже будет актуально. Абсолютно согласна. Страхование личного имущества, контент иншуранс, это очень важно в больших городах и тогда в той ситуации, когда действительно люди приехали, приехали со своими вещами, какие-то из них уникальные, имеют большую эмоциональную ценность, то есть какие-то очень просто ценные. Но в любом случае, что можно помнить, даже для студентов, у которых с собой, допустим, и небольшое количество личного имущества или новым людям, которые приехали с двумя детьми и четырьмя чемоданами, как это было, в общем-то, некоторое время назад очень распространено, стоит этим озаботиться, поговорить со своими консультантами. Эти виды страхования являются модульными, то есть можно начинать с небольших сумм страхования, как-то 10 тысяч, полная сумма страховки 30 тысяч, это как раз те 4 чемодана, возможно, уложатся, но они могут быть, как они могут быть модулированы. Страхование имущества может быть рассмотрено только на определенном адресе, допустим, там, где люди живут, либо по всей территории двух островов Новой Зеландии. Страхование имущества может быть с учетом только каких-то возникших природных бедствий или огня или воды, то есть разрушения пожаром или затоплением, или сюда могут быть включены разрушения, связанные с простыми нечаянными действиями, как, например, разбили, как, например, уронили, как, например, кто-то просто нечаянно что-то просто столкнул со стола или разлил воду на технику, и это все не работает. Это называется accidental damage. То есть такого вида полис можно вот как бы создать из блоков, от этого зависит его цена. К примеру, самая минимальная страховка имущества может стоить, допустим, студенту, вот в данной ситуации конкретной, в которой он живет, на небольшую сумму, только, скажем, на предметы его обихода, которые он привез с собой, может быть, на 10-15 тысяч, и это будет стоить около 18 долларов в месяц, и все. Это только в доме, да? Только в доме. Страховка, которая позволяет застраховать и получить компенсацию, если люди, скажем, путешествуют по Новой Зеландии, или человек пошел на пляж, или в бассейн, с собой у него сумка, с собой у него, мало ли что, лаптоп, или кражи из машин. Довольно часто случается. Из багажников могут просто влезть, разбив стекло, и унести то, что в машине. Вот, личное имущество. Эти виды, допустим, включенные уже, они могут, допустим, стоить от 30 долларов, 35-38, зависит от того, какая сумма страхования, в каком районе даже города Окленда живут эти люди. Веллингтон может быть дешевле чуть-чуть. Где-то в провинции, где риски такие меньше представленные, вот, допустим, кражи, по статистике их меньше, чем в Окленде, они могут быть чуть дешевле. То есть цены очень гибкие, нужно считать. То есть на каждую ситуацию стоит, допустим, поговорить с консультантом и получить детальную квоту. В квоте все эти условия, то есть квота – это расчет суммы платежа на страховку при определенных условиях. Вот так. А вот если, например, у людей есть какие-то уникальные вещи, какие-то дорогие, драгоценности, либо, может быть, какие-то коллекции, как вот им с этим быть? С этим нужно поступить так. Нужно сделать New Zealand Valuations, таких вещей. Этому в первую очередь подлежат предметы ювелирного искусства. То есть какие-то вещи, которые заведомо стоят, скажем, больше, чем 3 или 5 тысяч новозеландских заизделий. Вот их нужно снести, в общем-то, в новозеландские специальные компании, оценочные есть такие. GemLab, например. То есть нужно поискать, погуглить и найти, кто делает эти оценки. Потому что для страховки берется именно New Zealand Valuation. Она должна быть довольно свежая при том. Но свежая в том плане, что не 7-летней давности, а, скажем, новая или до 3-х лет давности. Вот такая вот. То есть надо обновлять периодически? Ее периодически надо совершенно верно обновлять. Потому что меняется цена на драгметаллы, и многое вообще в рынке меняется. И периодически нужно, опять же, свою коллекцию украшений или коллекцию каких-то изделий. Допустим, может быть, у кого-то есть монеты, у кого-то марки. Нужно поискать, кто сделает именно новозеландскую оценку всего этого. Или картины. По картинам тоже нужно сделать вывод специалиста, сколько такие вещи стоят. И вот это мы прописываем на полисе как спецификация. То есть идет Specified Items. И вот конкретно там прописывается, что за них берется небольшая доплата, но очень-очень небольшая. Но на самом деле человек может рассчитывать на финансовое возмещение, ущерба, если приключилась беда и, скажем, люди обворовали и унесли. А если, например, произошла кража, украли технику, телевизоры элементарные, компьютеры, то нужно ли предоставлять какие-то чеки, о том, где это было куплено, за какую цену. Вот большое спасибо за этот вопрос. Очень важно действительно иметь документацию. В основном ее спрашивают на технику и электронику. Какого вида документацию хорошо хранить при покупке? Допустим, чеки о покупке или распечатки транзакций с кредитной карточки. Может быть это не в физическом виде, может в электронных файлах, но сохраненные довольно необходимо для страхового случая. Техническую документацию тоже неплохо иметь. Она идет, чтобы мы понимали, какая была техника электроника, какой марки, модели, чем нужно ее замещать. Потому что в основном мы говорим о замещении, то есть реплейсмент. Например, у человека утащили, уворовали всю технику из дома, как то телевизор, лаптопы, телефоны, что-то еще. Нам нужно знать конкретику, то есть какие были марки, модели, какой был возраст этих изделий, чтобы мы смогли сделать достойное замещение. Если у людей нет в наличии, допустим, чеков и нет транзакций с карточки, допустим, люди покупали все это за границей, тогда можно сделать следующим образом. Можно сфотографировать все достаточно близко, чтобы было видно, наконец, то есть всю детализацию этих вещей и сохранить это тоже в каких-то электронных файлах, прислать мне, чтобы у меня это было, допустим, в файлах клиента. Это мы можем всегда использовать, если случился страховой случай. Эти вещи называются Evidence of Ownership and Evidence of Pertest, то есть свидетельство о покупке и свидетельство о владении. Вот такие вещи. В основном их просят не на все, но на технику и электронику. И очень помогают фотографии изделий, действительно, или фотографии обстановки. Во многом страховые компании верят на слово клиентам, потому что считается правильным не искажать факты, не прибавлять в страховые случаи какой-то от себя информации. Это довольно опасно. А все освещать ровно так, как оно есть на самом деле. То есть все, что было, переписываем в страховой случай. И на технику и электронику обязательно нужно иметь Evidence of Pertest или Evidence of Ownership. Что оно было и какое оно было. Понятно. Давайте перейдем к медстрахованию, так как оно очень популярное, и многие, которые только приезжают, люди об этом беспокоятся. Нужна ли медицинская страховка и кому? И какие существуют различия между медобслуживанием для нерезидентов и резидентов в Новой Зеландии? Да, вот очень хорошая тема. Приезжающие сюда новые люди имеют разные права на медицинское обслуживание в Новой Зеландии. Например, студенты и лица по коротким рабочим визам до двух лет. То есть у кого-то рабочая виза на год, у кого-то на 9 месяцев, что-то типа того. Либо вообще гости этой страны. Необходимо иметь страховку, приближенную по правилам к travel insurance, то есть страховка туриста. Почему? Потому что государственные программы, которые оплачиваются из денег налогоплательщиков, они на этих людей не распространяются. Вообще совсем. То есть если приключилась беда и этого человека увезли в больницу, помощь необходимую окажут, но потом выставят большие счета. Вот эти счета оплатит именно эта страховка. У людей, которые в Новой Зеландии находятся на более длительных рабочих визах, то есть в суммарном времени рабочие визы больше, чем 2 года, или уже резиденты этой страны, то есть постоянные жители, больше прав на медицинское обслуживание. Например, все случаи, когда пациента привозят в больницу в ночь-полночь, и нужна экстренная, срочная, неотложная медицинская помощь, она оплачивается именно государством Новой Зеландии. То есть это уже большой плюс. То есть на эту тему никакой страховки не надо. Потом в Новой Зеландии есть такая система ACC. То есть это Accident Compensation Corporation. Система опять же оплачивается из денег налогоплательщиков, и она обеспечивает финансовую защиту, если случился какой-то несчастный случай, какой-то эксидент, где угодно. То есть это любые переломы, любые травмы, падения, будь то это на работе, будь то это в быту, будь то это на отдыхе, где угодно. Вот ACC уже оплачивает таким людям, то есть людям опять же с длительными рабочими визами и резидентам, все случаи оказания медицинской помощи при травмах оплачиваются из этого средства, бюджета, это ACC. Но остается плановая медицинская помощь. Это несрочная помощь, когда человек замечает у себя какую-то проблему и обращается с этой проблемой медицинского характера к своему лечащему врачу, к своему участковому терапевту, к своему GP. Этот GP начинает с этой проблемой работать. Срочности нет никакой, то есть проблема есть. Таким образом, GP начинает лечить этого человека, но возможно понадобится помощь врачей-специалистов, врачей узкого профиля, или диагностика, или тесты, а возможно уже и лечение в больницах. Вот здесь помогают медицинские полисы, которые именно рассчитаны для резидентов этой страны или лиц с длительными рабочими визами более двух лет, которые в правах на медицинское обслуживание, опять же повторю, приравниваются к резидентам. То есть здесь нужно помнить, что это именно на плановое медицинское лечение, там где нету срочности, то есть там где не надо ехать ночью и получать необходимую медицинскую помощь вот здесь и сейчас, иначе будет человеку плохо. Вот. То есть на самом деле медицинская страховка для резидентов не является обязательной, но она очень помогает людям, которые столкнулись с медицинской проблемой. Чем она помогает? Она помогает сократить время ожидания, допустим, тестов, обследования, консультации у узкого специалиста, как, каким образом. При отсутствии страховки, а GP, семейный врач, он на этой стадии консультации обязательно спросит, есть у вас медицинская страховка или нет. Если ее нет, человека ставят на очередь, есть и бесплатные консультации у врачей-специалистов, есть и бесплатная диагностика тесты, но ее, возможно, придется очень долго ждать. Листы ожидания такой помощи занимают до 6 месяцев, а иногда даже дольше. При наличии медицинской страховки человек может сразу идти и получать консультации у врачей-специалистов, необходимую диагностику и тесты, и дальше то, что скажет доктор, уже можно делать. И это оплачивает страховка. Правда, медицинские страховки бывают нескольких уровней. На первом уровне покрывается все связанное с госпитальным лечением, то есть больница, больничное лечение. На втором уровне страховых полисов по медицине сюда же прикрепляются все консультации со врачами-специалистами, даже не относящиеся к госпитальному лечению. А если по ценам, хотя бы приблизительные цены людей будут интересовать? Очень-очень сложно сказать по ценам. Почему? Потому что цены рассчитываются в зависимости от того, какого возраста человек, мужчина он или женщина, курящий или не курящий индивидуал. Также могу сказать, хронические заболевания не влияют на цену у медицинских страховок, однако они могут быть поставлены как исключение из общих правил. Но тут нужно разговаривать. А цены можно узнать на медицинскую страховку, получив, опять же, консультацию. И детальные квоты рассчитываются обычно на ситуацию, скажем, семья из четырех человек, мама, папа, двое деток. У детей очень низкие цены на медицинскую страховку, а у взрослых очень разные цены, хотя я считаю по трем ведущим компаниям в этой области страхования. И человек имеет на руках несколько квот, то есть есть из чего выбрать. И на расчет страхования медицинского также влияют, какие условия выбраны, какие модули взяты, какой эксцесс на полис. Эксцесс – это тот допуск на страховой случай, который, как и в случае с машинной страховкой, может быть разным. И они влияют на цену. Но люди получают детальные квоты, они видят, сколько бы их семья или сам человек платил за месяц, вот за такую, за точно такую страховку. И можно уже дальше от этого отталкиваться и думать. А вот что касается зубов. Интересная тема, когда мы в Назеландии. Интересная тема, но, к сожалению, страховая медицина не включает в себя достаточно экономичный вариант страхования донтистов. Потому что есть полисы, которые модули включены и на донтистов, и на оптометристов, они сильно удорожают полисы. Например, на среднестатистического человека, скажем, около 40 лет, дополнительный модуль, покрывающий донтистов и оптометристов, будет удорожать полис где-то на 50 долларов в месяц. Примерно. То есть это за год набегает где-то порядка 600 долларов, а на полисе стоят строгие ограничения. Допустим, те же 600 долларов по донтистской помощи они и покроют. То есть по стоматологии особого смысла перекладывать вот эти расходы на плечи страховой компании нет. Однако есть смысл именно страховать госпитальное лечение и специалистов, и диагностику теста, потому что эти суммы могут быть большие. Эти суммы могут быть такие, что они подкосят бюджет. Особенно новоприехавших, потому что, скажем, консультацию у врача-специалиста, скажем, гастроэнтеролога, будет порядка 300 долларов. Ультразвук 230 долларов. Гастроэнтероскопия 1500. Вот эти все суммы желательно иметь, в общем-то, в зачете и компенсировать за счет страховой компании. Продолжение следует...